Так, ребят, я сделал стоп-старт, перезапустил канал мой, это нужно для того, чтобы, соответственно, этот твич поднялся, канал, чтобы вывести на GoFu, на Team Liquid его, Аверс сказал, что заинвайтит, отлично, в общем-то, ждём, пока Аверс заинвайтит, и Аверса с братком мы посмотрим сначала, А ещё я вспомнил, что я заварил чай и забыл вообще его попить, он уже чуть тёпленький, ребят, сейчас отвлекусь и вернусь к вам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Стрэндж, кажется, не увидел, что я отписал, потому что был он в батлнете, а не в Старкрафте, черт побери. Но я думаю, он быстро должен справиться со своим оппонентом, придется ждать, короче, стрэндж, потому что третий тур... Так, ну что, Хэппи Марин Матвей, Хэппи Марин Матвей. И не знаю, что еще тут можно глянуть, даже пока... Печаль, блин... Димага не играет, Теарас Монгол, кстати, играет в ГУХ УСК сегодня, я смотрю. Ну что, ждем стрэнджа, напонент у него не дикой силе. Это может быть пока... Без рейтинга сыграть одну игру нужно, я так думаю, другой выбора нет у меня. Так, Архон с автоматом. В новом патче, да, колоссу только 10% скорость атаки, да. Больше ничего ему не сделали, колоссу, ключ сейчас с ФП сыграю немножечко. Ну, попс, пока остея. Ну, попс, пока остея. Привет всем, ребят, с К2ТВ, goodgame. Я не знаю, насколько долго и сегодня стрим будет сверхдолго стримить, я не буду, что он уже домой мне будет попасть. Ну, возможно, после ГУХ УСК еще там мерчу против НИБА, мэп-тест, там, турнамент от Бэйстрейд, но там только рестрим, правда, единственное пострим для... Так, мне надо парад заказывать. А, Стрэндж сам стримит, слушай, ну давай, блин, я уже начал играть, в принципе, можно было бы просто... Калин Сан, привет, держите меня в курсе, вдруг он уже доиграет Стрэндж, чтобы я бы вышел просто, если что, из этой игры теперь должен вам ходить, как-то не буду, я раз сам начал играть игру одну. КУККИ КАМИ КАМИ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 Так, прошу прощения, но нужно выходить, ребятки. Так, инвайтед стрэндж, все отлично, теперь не бои бомжи-адепты, которых я не могу исполнить, а нормальная игра. Субтитры делал DimaTorzok 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 будет. Но ТЛО, кстати говоря, Роуч Ворон добавляет. Кажется, он знает, как Стрэндж играет подобные карты. Такое ощущение у меня складывается даже. Да, 7 Роучей заказано. Да, именно блин. Либо это прессинг ТЛО в принципе хотел вот сюда вот сделать против трёх нексусов. Но, кстати, если прессинг пойдёт, для Стрэнджа это будет нормально. Если же его дома будет сидеть, то будет тяжело пропушить. Хотя Роуч уходит отсюда и Стрэндж сможет напрягать ТЛО. То есть сейчас прилетит Стрэндж, а ТЛО придёт к нему. Причём оверов ровно ноль. Сейчас контролят это всё дело как бы и попробуй отбей вот этот врыв Стрэнджовский сейчас. Попробуй отбей ещё ТЛО. 6 Роучей заказ. Да, варк четырёх адептов плюсом идёт. ТЛО уже в атаке. Около Стрэнджа находится. Но у Стрэнджа между прочим Роба есть, я вам скажу. И это ничего хорошего для ТЛО не сулит на самом деле. Нужно за Королевой особо не гоняться. ТЛО идёт уже в атаку. Стрэндж прекрасно видишь, здесь атака идёт. Под призму там дроны и ещё какие-то юниты сейчас раскладываются. Да, варк сталкеров на мейн прямо к ТЛО идёт. И проблемы здесь у Зерга определённо складываются. Здесь Роуч минус будет, дроны минус, которые пытаются уйти. И это хорошо для Стрэнджа. Здесь, конечно, врыв будет. Но нужно выставлять оверчаж. Почему всего один пилон-то здесь? Я чуть не понимаю. Почему в этом Роба ничего не заказано? Стрэнджик, что ж ты делаешь-то такое? Ё-моё. Ну, Стрэндж, ну как так вообще так? Блин, как ужасно пуш Стрэндж этот встречает. Сейчас он ничего сделать не сможет с ним. Да, он, конечно, мейн убьёт ТЛО сейчас. А на второй базе сможет спуститься Стрэндж? Стрэндж спускается кривовато. Спускается, теряет Сталкера сразу уже. Это очень плохо. Здесь, ну, понемножечку Мазеркор отбивает этот рейх ТЛО. Пилонов Стрэндж всё новых и новых добавляет сейчас. Ну, здесь есть Некстов третий, конечно. Ну, сможет ли третий Некстов помочь Стрэнджу? Хорошо, как-то прямо-таки. Так, Филд пошёл. Здесь несколько Роучий Стрэндж отжимает. Мультитаз на два направления. Хороший контроль демонстрирует. Сейчас Мазеркор у Верчар ставит раз. На Сентре нету сейчас энергии, к сожалению. Сентре не может заблочить все рампу никаким образом. Ну, а Стрэндж здесь проверяет, что же... Чем же ТЛО ждёт снизу, проверяет Стрэндж. В итоге по лимиту Стрэндж плюс и по всему Стрэндж плюс. Собственно, сейчас второй Мортал здесь отстроится. Третий Некстов жив. До сих пор. А с хайграунда на хайграунд ТЛО Стрэндж точно не запустит. На этот, поэтому всё прекрасно. У него разве что реводжер этого может сделать. Выбить пил... Ну, выбить здесь, соответственно, эту блокаду. Так. Стрэнджик, что же ты делаешь-то? Фил кривой, ё-моё. Стрэндж, Стрэндж, вот ты даёшь. Улетает Стрэндж. Вот это к провалу. Только я сказал, что Стрэндж не даст подняться. Как Стрэндж просто на ровном месте даёт пил его подняться. И я накаркал, собственно говоря. Просто как обычно, блин. Похвалил. Всё сказал. Всё получилось наоборот, естественно. Но всё равно у Стрэнджа всё неплохо вроде как в этой игре. То есть надо возвращать... Точнее, не возвращать. Часть рабочих перевести вот на этот. Дальний Некстус. Третий. Часть... Так. До варп спускать иммортлов. Иммортлов уже две штучки есть. Призма всё ещё харасит до сих пор. Харасит неплохо. По экономике у Стрэндж всё замечательно. Это очень важный момент. 15 пробок он перевёл при этом всё. Ну, Тлоумайн отсутствует. В чём пул? Сейчас тут гибнет понемножечку. Понемножечку гибнет. Там третий иммортлов строится. Здесь уже всё очевидно практически в этой игре. Я не знаю, как у Стрэндж сейчас ещё попёрся. Здесь камни пробиты в центре. Стрэндж пошёл пробивать дальний. Он снизу хочет обойти их. О, зачем ему ходить-то вообще? Он хочет скрытно выйти. Так, часть пробок с третьей базы. Стрэндж переводит уже на вторую. Добывать начинает ГАЗ, между прочим, на этой второй базе. Призмой можно и нужно облететь к выходу, к имморталу кушу вот этому, что Стрэндж, собственно говоря, и делает. Тут ЛО вообще нету до заказа никакого на данный момент, но он будет улынить. Это видно как бы сейчас до сих пор. Он продолжает устроить юнитов боевых. Ещё один иммортал выходит, сталкер, зилок. Всё это устремляется вниз очень-очень быстро. Прилетает Стрэндж, пошёл в арп. Сейчас новых юнитов. Это адептики. ЛО как-то там убежал. Вот сейчас только он заметил, что Стрэндж... Ну, посмотрите, сука, реводжеров. Опасная ситуация для Стрэнджа сейчас. Реводжеров у ЛО очень много под фаерболы. Главное, жёстко как-то Стрэнджу не попасть. Но он попадает. Не слабо, на самом деле, под фаерболы под эти. Нужно ли ему было лезть сейчас вперёд так сильно, когда у ЛО только третья база. Вообще, не только третий он... ЛО тут улынет, а у Стрэнджа три базы. В такой ситуации, по-моему, и лезть-то особо Стрэнджу не надо было. Но он принял решение, что сейчас полезет вперёд. И Мортал в контроле. Это замечательно. В принципе, и разваливает ЛО здесь четырьмя Эмморталами в чистом поле. Сейчас Призма единственная погибла. Ну, но есть пилон. Можно медленный варф хотя бы делать на пилон. Почему бы и нет. 68, 84. У ЛО гигантский дозаказ. На последние фактические ресурсы Стрэнджу просто нужно уйти. Построить каких-то боевых юнитов и отбиться спокойно вообще. Без паники просто всё делать надо. Мазеркор уже 200 энергии здесь. Пробку отпоехал. Главное, поехал от ТВО. Улынет здесь будет. Очевидно, это абсолютно... Где варп у Стрэнджа? Варп пошёл. 83, ну, 4. Чуть по боевому лимиту Стрэндж проседает. Но вот первый дестабилизатор не устроится. Здесь бы парочку пилонов Стрэнджу, чтобы на ХГ принимать ТВО спокойно абсолютно. Ну, чтобы с уверчажами это делать, встречать всё. Ну, Стрэндж предпочитает вот здесь уверчажами направление третьей базы перекрыть, а на второй просто юнитами обороняться. Так, второй дестабилизатор заказан. Сапплай блоков Стрэнджа нету. Так, здесь имморталами встречает. Лингов убивает. Да, варп всё новое и новое идут. Аккуратно нужно быть, отойти назад. Нужно фаерболов миллиарды просто. Здесь у кого миллиарды. Дестабилизатор готов. Стрэндж видим, где ТВО находится. Залп пошёл. Ну, пару дестабилизаторами подрезает реводжеров. И принимает бой четырьмя имморталами. Великолепно уворачиваясь от фаерболов. Разваливает ТВО здесь на изичах, что называется. Это 1-0. Стрэндж идёт дальше. Здесь был один на этой стадии. ГГ. ТВО красавчик. Стрэндж просто. Уверенно уже ТВО таких вот любителей попрессовать, как ТЛО просто принимает, что не может не радовать. Так, четвёртый тур у Стрэндж пока ещё не определён. Я напишу ему, чтобы он мне отписал. Далее у нас что там? Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк. Где Мага, где Мага? Где Димага? Где все вообще снизу? Димага с Тейлсом бьётся. Уп, это нужно глянуть. И мы сейчас это-то и глянем, собственно говоря. Димага с Тейлсом бьётся. Так, попросил Димага, чтобы заинвайтил. Димага с Тейлсом. Димага с Тейлсом бьётся. Продолжение следует... 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 Ну а здесь у нас что? Здесь у нас, соответственно, у демаги третья хатка уже почти готова. А, так это три хаты пул и был, соответственно, билд. Ну против двух адептов интересный билд, очень опасный, очень халявный. Но нужно заказывать лингов сейчас, демаги обязательно у него... Ё-моё, какой неприятный соплай-блок, как же этот овер не в тему строить? Сейчас вот хата третья готов, демаг сразу 8 лингов строит. Ему бы сейчас сразу бы мув заказать. Но он мув сразу закажет, но в любом случае адептов он будет встречать еще без мува лингом. Это абсолютно очевидно. Зачем демаги 14 лингов? Вот для меня загадка, правда. Что-то слишком уж много он заказывал сейчас. Четыре линга первого фуфу, и так вот так по очереди линги на адепт начинают выходить. Это всегда какой-то провал, на самом деле, для зерга. И посмотрите, сколько адепта на халяву. Шесть лингов уже зашатали. Ну да, 14 в такой ситуации не кажется даже неправильным числом заказанных лингов. Но демага мастит еще лингов. Посмотрите, сейчас можно СЗ зажать и вообще отыграть. Сейчас сгрызалите какое-то, по-моему. Так, не телепортнулся сюда Тейлс. Правильно, абсолютно сделал. Мув скоро будет готов. Здесь начинает камни убивать он Тейлс. Камни, кстати, успеет он убить абсолютно точно. Еще третий некст. Да, третий некст пошел. Демага строит дронов, делает мув овером. Как-то печально все. Все, камни уничтожены. Демаги нужно раскачивать. Перемасил лингов. Как-то демаги раньше лучше получалось прочувствовать, сколько именно надо юнитов заказать. В итоге, куда демага собирается этих лингов-то девать? Переводить, что ли? Так, ну его Алюшуна нету. Куда, для каких целей демага лингов строит, для меня загадка. Можно сейчас было по экономике вырваться значительно вперед. А сейчас в итоге у Тейлса будет третий некст, что совсем будет неприятно на самом деле. Прибегая демага, начинает подгрызать камни. Видит Тейлс прекрасно, что демаг здесь камни грызет. Под варфел с толкиров. Здесь овер на муви уже залетает, проверяет все. Да что он тут? Ничего нового он, собственно говоря, не увидит. Линговой нужно продолжать грызть камни, либо отойти отсюда. 900 кп осталось, кстати. Сейчас, может быть, с гидралами демага или что-то еще хочешь делать? Я пока не понимаю. Так, иллюзия пролетает. Королева отгоняет ее вроде как гидродэ, но демаги строятся. Но экономика пока не лучше, честно говоря. Но нужно пушить с гидрой демаги, абсолютно это очевидно. Если хотел делать грейд, рейнджовые атаки, то уже было значительно раньше его сделать. Вот здесь вот в эволюшене. И потом уже там мув гидре рейндж заказывать. Ну, мув рейндж одновременно делать. Третью, да, получше хатку нужно скачать побольше продакшен. У гидрой демаги пробил вроде как все демаги. Макро хат пока заказать, правда, не может, к сожалению. Здесь у нас робо и скорость атаки адептам. Плюс 6 гейтов добавляет. Султейлс экономика просто дичь. Сейчас будет 8 гейтов. Это опасно очень. То есть сможет ли демага перемасить все это? У меня большие очень сомнения возникают. Да, возможно, сможет. Но почему-то демага действует без бейлингов. Были бы бейлинги, было бы полегче, конечно же, против этого всего дела играть. Уверсира нужно увести. Не нужно его терять. Здесь на грани соплайблока все здесь происходит. Пробил демага камни. Будет заходить. Заходит, видит, что там Тейлс камни свои пробивает с той стороны. Видел ли Тейлс, что демага камни пробил, я не уверен. Так, здесь лингами пытается демага окружить. Оппонент его окружает лингами. Но гидра где-то сзади находится. И в итоге... Так, в итоге филды хорошие поставил. Просто ничего с ними нельзя. 130 на 109 по лимиту. Здесь адепты уже начинают врываться. Причем у адептов скорость атаки сейчас будет готова. И Тейлс мог бы сейчас демагу просто разгромить. Но он побоялся, что прирост сейчас какой-то большой придет. И будет тяжело, видимо, ему дальше действовать. Здесь четвертая хатка уже пошла. Так, здесь камни демаги, кстати говоря, не пробиты. Вот ряд демага без Беллинг Неста действовал. Мне кажется, был бы Беллинг Нест, можно было бы убивать. Находится на хайграунде сейчас. Тут иммортал первый заказ. Очень много адептов Тейлс варп. Здесь призма уже. По лимиту чуть ли не равный. Залетает опять же сейчас Оверсир. Встречает скайграунд демага хорошо, как гидроль встретил. А, молодец. Ну вот это было четко, конечно, со стороны демаги. Встретил, что называется, теплый прием оказал просто. С ТГ там сразу минуснул несколько сталкиваний. Несколько юнтов. Призму надо сбить! Сбивает призму демага. Красавец. А гидральска все равно маловато оказывается в итоге, к сожалению. Ну, призму вовремя, конечно, сбил, но потом что-то демага не рассчитал момент, что все равно гидралов-то мало. Сейчас плюс два у Тейлса будет, и плюс два-то он сможет прессовать, на самом деле. Демаги нужно побыстрее люру делать. Побыстрее мастится сейчас. Грейды заказывать еще в конце канала. Вот он поголь заказывает. Грейдам-то стрёмно, конечно, у Протса 2. Две атаки. Ой, люркерден не успевает. Вообще тут выход уже пошел со стороны Протса. Демага почему ее увидит? Нужно как можно больше с гидралов закачивать. Что, личинок нет, что ли? 26 лингов еще. Почему линги-то, блин? Почему не гидра заказана-то? Все, люркерден готов. Там пробивает Тейлскам. Демага люру морфит. Но ей 18 секунд делать. Пока эти 18 секунд пройдут, он уже сейчас придет. Сюда Протс. Хотя, если жура успеет выйти, то все нормально будет. Сейчас призма прилетает. Ну, призма для варпа пока что прилетает. То есть, все нормально. Демага люру до морфил. Нужно закопать ее. Будет, может, на мейн врываться. Я не знаю. Тейлскам там будет врываться. Люркеры куда-то пошли вообще. Куда они пошли, Дима? Куда же ты поперся-то? Люркеры куда-то ушли. Куда они ушли, блин? А, здесь апсервера вообще нет. У Демага разводку делает. Сейчас, видите, здесь два люркера. А остальное все пошло в атаку. То есть, сейчас Демага просто хочет развести оппонент своего. Часть люры в атаку увести. Здесь пытаются адепты ворваться на третью базу. Причем в наглую Тейлс заходит. Демага лингами окружает. Гидра тоже принимает. Смотрите, как адептов хорошо здесь уничтожает. В это время до варф на мейн какой-то сверхгигантский адептов. Люра пробивает камни в это время. Нужно люрой ворваться обязательно успеть. Третью Демага еле-еле отбивает. И заходит на вторую базу, кстати. Так, два люркера на третью. Четыре на вторую заходят. Причем у Тейлса вообще апсерверов нету, по-моему. Так, на все базы люру Демага разводит. Экономику пытается оппонент своему уничтожить. И, кстати, гря экономику Демага хорошо здесь уничтожает Тейлс, я вам скажу. Нужно бы минуснуть пилон. Сейчас Демага минуснет его. Апсервер не успеет вылететь. Это какой вообще отец? Это второй апсервер. И всего один у Тейлса останет. Демага сейчас и роба выйдет, что самое интересное. Здесь все уничтожено. Экономика вся уничтожена. Сталкеров дома Демага уничтожен. 167 на 111. Хорош Демага пришел. Илюрой развел своего оппонента. Просто четчик. Это 1, это ДГ. Демага дальше идет. Тейлс идет отдыхать. Получается, что... Где апсервер-то летает вообще? А, апсервер вообще просто потерял где-то там в атаке. Короче, Илюру даже нечем убить. Опять. Красавец Демага. Радует. Такая меня игра. Блай что-то там ожидает. А что Блай ожидает? Не знаю, что там Блай ожидает. Но я уже, кажется, не успел туда ворваться. Да-да, не успеваю. А, там Happy Marine Матвей. Кстати, Блай с Демагой будет дальше биться, скорее всего. Аверс, так. Аверс победит с Танг-Танком. Стрейндж. Стрейнджи пока оппонента не наблюдая. Так, на Гоуфу на ЕСЭЛовском, на Гоуфу искасайте над Зарегином. Наверное, будет, чтобы сетку увидеть, я так понимаю. Я не знаю, какая там суть. Сетку я вам сейчас покажу. Еще раз. Пару туров, я думаю, даже можно отсечь сейчас. Да, даже, да, два тура можно отсечь. Ну, вот, Стрейнджи ждет Скидса или Канжа. Ну, я думаю, что для него оба изи просто. Да и Танг-Танго он может выиграть вполне. То есть, Стрейнджи до полуфинала сетка хорошо идет. А в этой части здесь Кинг. Ну, корейцы здесь есть, как бы. Ну, посмотрим. Не хочу, честно говоря, каркать часов там, чтобы не произошло. Просто будем смотреть. Демага Тейвс была. Здесь Мана еще по их части сетки. И снизу наши идут. Будем смотреть сейчас все это дело. Стрейнджи Реплеи смотрит Блай в игре. Стрейнджи Реплеи смотрит Блай в игре. Так, мы будем обновляться понемножку. Так, у Стрейнджи есть оппонент. Так, Инвайтед Стрейнджи. Четвертый или какой-то там тур. Все, поехали. Отлично. Так, у Стрейнджи. Так, ну РОС-16 это еще БУ-1 у Стрэнджа данный тур. Проверил, я уточнил. Может, смотрите, пишите, как у нас по лагам система лагает или нет ли вообще здесь что-либо. Это очень важно. Так, ну что, начинает газ добываться. У Канжи. Ну, Стрэнджа стандартный Нексус. Гейт, газ, Нексус, соответственно. Стрэнджа. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 идут постоянно бегает между сканами боится что видимо тиран зайдет сейчас с какого-то направления но тиран не собирается заходить нужно стрэнджу взять сюда пойти вперед почему он призму не заказал не знаю уже добить по моему пора давным-давно его тут ничего абсолютно нету тирана так адепт еще миллиард страничного в общем с собой ты их не берет очень не понимаю ты сколько 14 адепт стоит реально много а ну вот кстати стоят в тему забегания сразу пошло хорошо сейчас от минов увернулся стрэндж здесь выход сзади а у призму было призму я не заметил что вообще так адептики выходит еще тиран био своим бегает хватает и на адептов и на других юнитов сейчас просто стрэнджевских стрэнджу нужно блинк отсыгнать это все дело отсюда как можно быстрее ну отгоняю сейчас у медилаков будут закончиться и у стимпакта и ничего пока не так тут закончится но простим патчется можно еще раз поэтому не знаю нужно ли стрэнджу так далеко вообще гоняться за вот этими юнитами как по мне нет надо уже уйти убивать предку из 86 всем привет до варп еще адептиков уйдет стрэндж заходит время у юма на 3 минки за какая жесть то вообще надо убить их наконец-то минки убивает наконец-таки минки колосса нужно брать уже идти уже вперед стрэндж что-то медлит на самом деле тут по моему уже тирану просто-напросто нечем отбиваться он уже и третью отдает и вторую ночи как бы не обороняться по моему особо даже не соберу хотя лимит большой где он бегает вот часть лимита большая находится где у тиранчика заходит стрэндж вторую базу на 3 есть адепты и колосса я думаю там стрэндж садди даже отобьется так и есть единственное что адептов не надо без колосса там отводить здесь у нас выбита ццшка оказывается 162 на 195 по лимиту врывается канжи на третий никсу сейчас здесь есть несколько потонок здесь есть мазеркор с уверчажами с четырьмя и попробую зайти тиран на мейн так и вот перед таких обстоятельств все здесь погибает тиран что-то пытается пройти но на рампе вообще дерется надо с пробками с колоссом да принять бой колосса такой да сплэшем в принципе неплохой дэмэш наносит достаточно таки здесь стрэндж приходит адептами еще депушечку убивает 3 ццшка не взлетела но и не погибла пока ну и пока какая-то ниндзя база пошли сейчас то есть попытки как-то наверстать экономику накидать мулов с мэйна сюда и отстроиться то что либераторов здесь уже накопилось 6 штук достаточно даже 7 они нужны то были в замесе раньше то есть сейчас они стационарно стоят а прикрыть их нет убила то есть была бы экономика что побольше юнита построить хотя как нет стоит 120 на 130 боевого лимита нужно соединиться вот этими юнитами как же вот этими всеми и с либераторами по моему по последнюю попытку просто выпадать сделать если он поделится здесь на отдает уже потом не сможет подраться нормально потом их меня настроил прямо-таки 4 нету ставится distance майнинг пошел уже призма минус так идет вперед стрэндж видеть что очень много здесь либераторов находится под блин сразу под либераторов пошел но не в тех стрэндж моментально принимает вот что проблема но основную часть убивает и в принципе направление для прессинга себе высвобождает пилдов очень много пилды хорошая но это минус канджи это победа стрэндж и стрэндж проходит четверть финал то есть стадию кипу 3 уже у нас будет не может не радовать миллиард минок что такое как они сейчас залп делали жесткий какой-то а можно было отблинкнуться и вообще бы ни по кому не попали бы минки ну стрэндж вот рост гигантский идет он сейчас именно этим занимался здесь открывается бью-бью-бью вроде как стрэндж отгоняет призму надо забирать улетать бьюр ты неправильно составил формулу скорость атаки в цифрах была больше чем сейчас сейчас между атаками 107 учитывая что на 10 процентов ускорили значит было где-то там может 117 120 вот так вот я не знаю сколько там было нужно считать да формула нужно вы на стрэндж на минки пришел как жестко но либераторов выбивает хватает в 400 залп минуса в сервер но минки тоже упали стрэндж неаккуратно мягко гряди дерется но уже просто хочет чтобы тиран вышел наконец-то тиран полетает 10 мудрит по моему перебором а и заглядываем в сетку блай в игре я так понимаю с демагой танк танк так устранить пока нет подобла именно с демагой в игре в следующем туре мана прайм лот победитель будет то есть будет интересно что и есть и и и и пылочку Продолжение следует... 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 Ну, танк-танга после депошки Газ-барак-газ, точнее, не Газ-барак Стрэнджа гейт Газ-никсу стандартный билд Да, это уже Б3 Никс пошел Нужно кибернатчику запиливать Стрэнджу Вон, пробочка сейчас приедет Кибернатчику он как раз таки поставит Пошла кибернат И сразу пробка в газ Димага раскатал Лая Вот Димага разбушевался, красавчик Димага мана я бы хотел посмотреть Если там мана, конечно, будет Праймлот тоже ману может пробрить Но я надеюсь, успеем туда прорваться Хотя здесь Б3, я очень сильно сомневаюсь Так что успеем Так, реперочек прилетает От корейца Стрэндж Мазеркором Его очень-очень быстро успокаивает Прогоняет Вот пробочка поехала Это кривая точка сбора Нужно просто поменять Что Стрэндж, собственно говоря, и делает Поменял сейчас точку сбора И ушел Так, адептам проверяет Здесь репер Пока не нашел Вот сейчас найдет Стрэндж реперка Ну и танк-танк уходит А репер, а Стрэндж остается на патруле На хайграунде сейчас И робот Вайлайт Все это робо-блинкс Так, я так понимаю Сейчас будет заказано Как в предыдущей игре С канжи это было сделано Полетели в Дубай Ну покупай билеты Заезжай за мной на тачке Полетели Хотя нет, у меня дела сегодня Завтра полетим Вот Вообще про полеты Узнал я тут, например, что У нас, например Из Пскова сейчас Прямо до Симферополя Прямой рельс сделали И это прямо Нереально круто Можно на самолете Лететь в Крым Вот, ну пока Пока что Надеюсь И в следующем году Это все будет работать Ману убил в Раму Значит, мана с Димагой будет играть Здесь у нас третий Нет, что же у Стрэндж запилен Летит дробчик Шесть мариков Минка Сейчас Стрэндж прилетает Видеть, что здесь что-то происходит Кстати, посмотрите Устранили уже почти готов блинк А здесь такой билд Так криво Танк-танк исполняешь У него лаба позднее У него даже стим еще не заказан Так, залетает Здесь Мидиваг Достаточно Абсолютно Стрэнджа юнита Здесь стоит Чтоб его уничтожить И еле-еле успел улететь Это вообще корее Так, скоро будет готов Готовая призма Все, блинк у Стрэнджа готов Мидиваг улетел Укользь домой Либератор на мейн летит Блощадь мейн Вот это вот опасно, конечно Стрэндж играет без Стрэнджа Эту карту Это всегда очень опасно На данной карте Без Стрэнджа играть Залетает Либератор Стрэнджа увидит Сейчас он прилетит Разложится Достанется Уверчажа Нет, Стрэндж Не достается Уверчаж Для Либератора Это очень печально Нужно на третий никсус Да, пока что Рабочих уводите Нужен срочный варп сюда Так, Стрэндж Здесь опять же Не уконтроливает Что минка Закопана Здесь у нас Так, второй пилон Да не достает он, блин Надо как-то ставить Так, чтобы доставал И варпанул сталкеров Между прочим Стрэндж сейчас Сюда к призме А здесь Здесь три марика Крестом можно зайти Агрессивно на блинке Просто убить, по-моему, не Так, Стрэндж полетает Апсервером Сталкеры начинают Вскрывать до кошечки Здесь на рампе Пораньше Стрэндж Начать контролить Против этих марика Вообще все замечательно было Танк-танк Грибает здесь На самом деле Девяносто Он здесь полетает Пытается сбить Апсервера Танк-танк Но не получилось Не так-то просто Оказалось это сделать Либератор все еще Блочит Мы на третьей Нексусе Надо добычу Начинать уже Нормально Так, плюс пять Диетов у Стрэнджа Нет, плюс пять Диетов у Стрэнджа Это замечательно Абсолютно Но почему Стрэндж до сих пор Я чуть не понимаю Они это Либератора не выбил А вот он Наконец-таки Выбивает Фениксов Старгейд Уже построил Чтобы одного Чертова Либератора Выбить Надо Старгейд Пришлось Строю Стрэнджу Так, здесь Сталкеры уходят Спускается Танк-танк Внизу Танк-танк Это все хорошо По боевому лимиту Так, по грейдам Тоже Ну, по грейдам У Стрэнджа Здесь в этой игре Я бы сказал бы Неплохо В каком плане В том плане Что у него Один-один уже есть И это хорошо Безусловно Сейчас 2-2 Ему нужно бы Не втыкать Заказывать бы Как раз здесь И бусты стоят Все идеально Здесь Работает Где же 2-2 Стрэндж Где продакшн То дома Ни рабочих Ничего не строится Ни варпов Не идет Так, здесь адепт На третью прилетели Ну, мариков Пару Да пару КСМ Стрэндж забрал Чарж заказан 2-2 Не заказан Где Твайлайт Твайлайт Вот он Отсюда-сюда Надо переставить Ну, что-то такая С грейдами Стрэндж Сейчас туретки Везде здесь Танк-танк настроил Три ливератора Еще даже и нету Речи о 2-2 Грайдах Пытается С сталкерами В наглую Кстати, как-то Сталкерами действует Здесь Стрэндж И по лимиту На 30 танк-танка Больше сейчас становится Но ненадолго Сейчас Довар 9 зелков идет В итоге у Стрэнджа Есть и блин Есть и Скорость таки Адептам И сейчас еще и Чарж Зелкам будет Очень скоро готов Поэтому, в принципе Микс неплохой Но нужно все равно Аккуратнее Стрэнджу быть Потому что Чарж Еще все-таки не готов И Корейца Либератор одного Стрэндж забирает Скорее сюда-сюда Бегает Пытается идти вперед 8 сталкеров До варп Я только что наблюдал А, вот он на Нексусе Я просто подумал Где же этот варп И, кстати, Стрэндж Абсолютно другим стилем Играет не своими Любимыми колоссами Сейчас А через шторм Через шторм Это уже интересно Хорошие филды Минус несколько Мародеров Здесь было сейчас сделано Гвардиан Рублен Стрэндж пошел До варп Тиштормовичков И это Так Зачем Архун Это там Шторм делается Ну, Архун Конечно, тоже хорошо Ну, блин Шторм бы здесь Очень сильно помог Причем Стрэнджеву Сейчас бы подождать И 2-2 И Шторм бы Этот бы вообще Все замечательно Так Агрессивная Блинк Не, ну это слишком Много Стрэндж Что-то так делают Что-ли Как-то агрессивно Вперед Идти на Блинки Все Минус Либераторы Все остаются Здесь Архоны Сталкеры Зилки Правда Кончились Что печально Но Тут Тиран Сокукуси Бежит То сплэш Очень неплохо Заплой Сейчас Ну вот Минка Жахнула Вот Нужно бы Стрэнджа Отступить Мочка назад Сейчас Довар Взялков Неплохой Только что Был сделан И Стрэндж Отступает Из Рейнджа Скана Ждет Корейца Вперед На прием На теплый Сейчас И пошел Этот теплый Прием Грейд 2-2 Против 1-1 У корейца До 2-2 Еще там Долго Либератор Пролетает Сканы Идут Куда-то На ровную Вообще Куда Он Что он Сканит Я не понимаю Обсерверов Хочет найти Но их Там Нету Не может Найти Корей Здесь Два Штормовичка Остались Сейчас Энергия Подкопит И шторм Будет Готов Уже Скоро Очень Так Нужно Заходить Не Ну Либератора Кривая Позиция Вилки Где-то Сзади Были Стрэндж На один Стрэнджер В тысячу Раз Все Лучше Здесь Просто Просто Хладнокровно Сейчас Уже Подраться Будет Стрэнджер Разочек Хотя Все Глохой Шторм По Био Пошел Есть Еще Один Шторм И плюс Еще Там Все Штормовички Копят Энергию Две Штуки Так Вот Либераторов Подблинг От Стрэнджер Био Просто Разгромлено Все Это 1-0 В пользу Стрэнджера 149 на 90 По лимиту Вы сами Сейчас Все Видите Плюс Грэды У Стрэнджера Поля Доделываются Третья Атака Выходит Новый Варф Вперед Так Вот Копил Стрэнджер Здесь Юнитов Варф Сталкеров Призму Нужно Вперед Вести На Аклике Уже Нужно Идти Убивать Нет Ничего Кроме Трех Либераторов На воздухе Ну тут Как-то Сбоку Надо Стал Сюда Вблингнуться Под рамку Либо Сюда Застану Не Из рейджа Убивать Мясом Как бы А А Хитренько В лоб не пытается, кстати, сделать врывы каких-то. КСМ, к Стрэнджу, поубивал. В это время, да, призма, опять же, мейн, шатает здесь. Новые варпы. У Стрэндж чуть не хочет ворваться. Почему не хочет здесь? Ну, хотя здесь уже минки. У Сталкеров теперь тяжеловат, конечно. У Стрэнджу ворваться. Улетает с мейна. Марики, что-то адептов пытались подрезать. В итоге, что-то адептов все не подрезали. Их бы надо назад, но вернуть они с двумя этими делками. Четырех этих мародеров полудопа вообще прозорвали. Третья атака... Ой, третий армор пошел. Поля нужно заказывать вторые Стрэнджу. Ну, чуть не добивает Стрэндж пока оппонент. Вот сейчас выход пошел. Либерантов немножко прижгло. Стрэндж такой, чтобы не расслаблялся. А то сначала сам Стрэндж завтыкал, потом Корейд завтыкал. Так, и МП по Стрэнджу прошла очень жестко. По Стрэнджу, ну, и не только по Стрэнджу. Вот здесь вот на птиштормовичков-то лучше не попадаться. Снайпершот. Птиштормовик с максимальным количеством энергии практически был уничтожен сейчас. Есть первые темписты. У Стрэнджа нужно аккуратненько вылиться даже с темпистами. Но здесь посмотрите, что происходит. Адепты все базы громят. Рабочие просто невероятными темпами уничтожаются. И танк-танк это просто не видит. Здесь под штормом танк-танк гуляет. 80 на 180, конечно, это минус танк-танк. Ну что, вторую игру ждем. Запорегиваю. Ну что, начинается вторая игра. Карта Фрост, она же Мороз. Как там Димага с Маной? Сыграли ли они или нет? Мне интересно. А, Димага с Маной, кстати, тоже Бо-3 получается, кстати. Нет, Димага с Маной зашатает. Будет вообще, конечно, великолепно. Но не знаю, зашатает ли. Что-то одни пропсы пока двигаются. Димага с Маной зашатает. Димага с Маной зашатает. Ну что, ребят, Стрэндж 1-0 повел. Карта Фрост, она же Мороз. Здесь похоже на 17-ю... 16-ю, точнее, ЦЦ-шечку от Тирана. Да. Именно так и есть. Халявит. Как демон. Ну, почему бы и нет. Карта крупная достаточно. Стрэндж стандартно играет. Да, здесь ЦЦ-шка-барак. Что дальше будет? Будет ли ранний газ? Может, вообще захочет еще и третью какую-нибудь сверху Ран ЦЦ-шку поставить, например. Нет, пошел второй барак. Видимо, это два таких барака будет. Стимпак пораньше. Выход. Сейчас газа надо уже запиливать там понемножку. Или третий барак еще должен быть. Да, третий барак пошел у танка-танга. Стрэндж идет в разведку. Депошки здесь не будет. Сейчас все абсолютно спалит. Он это хорошо. Так, заходит Стрэндж, проверяет. Все видит, билд абсолютно точно. Ну и какое решение примет, сейчас посмотрим. Кибернетка готова. Адет заказан, но это стандартно. Уши никаких не будет. Так, понимаете, 4 ксм переводят. Не стеран, сейчас с мейна. По минералам у тиранка еще выше, чем у Стрэнджа добычи. И это еще без муллов. Сейчас муллы полетят. Вообще там добыча невероятная станет. Газа заказывать надо. Так, а здесь у нас подозрительное положение Твайлайта. Чем подозрительное, если... А нет, фаржа пошла. Я подумал, что сейчас если роба будет, может это, конечно, дроп дарков какой-то будет, что ли, я не знаю. Ну что, да, плюс 1. Ой, 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 ой. Уж не... Так, уж не 8 ли гейт адепты скорость атаки, а адептам плюс... Плюс... Плюс-плюс 1 сейчас, скорее всего. Да, от Стрэнджа именно такой билд и будет. Но нужно гейты приныкать грамотно сейчас. Сканит тиран, видит роба сейчас. Понимает, что... И он даже и не понимает, что это за тайминг роба. Может понимать, что Айлайт есть, может нет. Сейчас посмотрим. И против такого вот билда, где нету дропа мины, кстати, вот этот билд с адептами плюс 1 идеальнейшийся просто будет работать сейчас. И призма заказана, как раз таки Стрэнджем. Так, причем это... А, понял. Это будет не улыновый прейсинг. Это будет 4 гейтов такого прейсинг на плюс 1 и скорости адептам. Выход в третий Никсус при этом, я так полагаю, от Стрэнджа будет. Не справся, там пробка стоит. Ну что, призма летит вперед. Адепту даже одного эту не возьмет. Ну хотя там вар будет, в принципе. Сейчас 4 Стрэндж варпанет адепта. Потом гейты закэдэшится, еще варпанет. Ну и варвется, в общем-то, в итоге. Причем, если тиран так... Ну, кстати, не так уж много и бьетесь. В принципе, как-то скрытно, если ворваться. Хотя скрытно тяжело на этой карте ворваться, как ни крути. Адептики летят. Ну, если вот такое количество, то здесь будет стоять 4 адепта куда-то сюда остреньш разложатся. Дрохнет и варпанет. Можно, хотя нет, уже 3 мародера. Да, тяжеловато будет все-таки развалить полностью здесь все. Пошел, давай, еще 4 адепта. Стрэндж прорывается. Тиран видит. Причем адепты с плюс 1, помните об этом. Вот что главное здесь. Так, Мариков адепты. Кстати, зря Стрэндж не ворвался в Мариков, как мне кажется. Ну, Стрэндж в наглую просто. Рабочих прошатал. Поиск плюс 1 адепты. Просто как они рвут. В итоге 14 ксм, 3 марика на 8 адептов разменены. Ну, по ресурсам это даже не в пользу Стрэнджа, но по эффекту для экономики и на игру это абсолютно в пользу Стрэнджа. Потому что 33-48 парабам. И третий Nexus готов, только представьте. И 4 GTA готова. И Blink уже делается. И Armor уже делает. Блин, вообще четко все как бы достаточно получается. Но нужно максимально загрузить сейчас 4 GTA продакшн юнитов боевых. И Призма жива, что самое главное. Кстати, кстати. То есть не просто Тирану уйти будет отсюда. И Викинга он не построил, тоже зря. Залетает Призма Стрэндж, почему видит Био Тирана. Пролетает мимо, ко второй Стрэшке летит. Ох, вообще красавчик Стрэндж. Марики. Пользователи М1ДW-4 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Midway. В принципе, улетел Стрэндж. Сейчас еще адептов под Warp. Какой-то многовато. Зачем столько много? Тем более Призма такая демодженная. Не знаю, Стрэнджу адепт. 5 штук здесь он наварпал. Призмой можно посадить. Как-то залететь еще. Не знаю, куда, правда, и как залетать. Стрэндж адептами просто предпочитают зайти. Сейчас эти... А, вот, с иллюзиями. Посылает иллюзии. Спалит танк-танк. Палит, да и пушку не успел поднять. Вот это провал. От корейца, я бы сказал, был только что. Нужно на холде против КСМ. Сейчас Стрэнджу. Что он и делает? КСМ просто невероятное какое-то количество. Падает сейчас. Смотрите, как адепт с атакой плюс... Ё-моё, минус вся база. Минус вся база корейцу. Здесь Стрэндж встречает в лоб прессинг. Блин, ну всего один пилон. Вот что плохо. И оверчаж. Один тут не поможет явно Стрэнджу. Хотя ему помогает просто то, что танк-танк как-то и не наломывается. И EP уже добавлено. И всё. Теперь Стрэнджу поможет поклик на самом деле. Потому что у него всё замечательно по лимиту. Минки выбивает. Стрэндж сплитит от минки одновременно. При этом 117 на 85. Ну, очень качественную игру продемонстрировал. Всё. Здесь 17 адептов разменено на всю экономику. Тирана было. Так. Минка по адептам в зал делает. Понимает Стрэндж, что кривовато дерётся под Либератором сейчас. Ещё один Иммортал спускается с хайграунда, с мейна. Так. До Варт ещё идёт там адептам с твою пуху во второй базе. Нужно аккуратнее Стрэнджу. Сейчас сталкеры могут кончиться. И тогда будет печально. Ну, тут товар в двух сторон. И как бы сейчас Стрэндж, я думаю, на Аклике придёт, пойдёт и убьёт всё это дело. Минка перекапывается. Да, идёт вперёд Стрэндж. Минку нужно фокуснуть. Минка фокуснулась там автоматом, получается. Либераторы падают. И всё падает. 2-0 Стрэндж. А, ещё и здесь. Посмотрите, экшон-то какой идёт. Вообще унизил просто. Ну, реально Стрэндж такое ощущение. Я не знаю, как на корейском. Ну, по-серверу по-другому, конечно, немножечко было. Но с учётом евро сервера Стрэндж на голову выше. Ну, на корейском, понятно, было бы противоположно. Потому что Стрэнджу было бы неудобно. Но я думаю, даже на равных серверах Стрэнджу посильнее смотрится как-то даже. Стрэнджу было бы неудобно. Так, а что у нас Димага там? Димага играет и пока не понятно, что там дальше происходит. Димага играет и пока не знает. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрю, как все кончается Dima все еще бьется Ну что, против Стрэнджа будет биться Рейнер или Инзейн И, по-моему, для Стрэнджа это просто изи финал должен быть Ну не знаю, как-то, по-моему, он уже всех тут удалил своих сильных оппонентов От ЛО, Танг-Тангов там и так далее Хотя, может, Рейнер Инзейн не слабее Ну вот, Dima с маной сейчас интересует Меня, конечно, не знаю, стримит ли кто-нибудь это все дело Давайте-ка Мана сам стримит, кстати Мана ведет 1.0 Давайте полякам посмотрим сейчас Заходит мана к DimaTorzok Ё-моё, 4 дрона прямо сразу же уничтожает Димаги полная печаль Как описать, 16-23, правда, это уже 2.0, по-моему 11 дронов, 12 дронов двумя адептами первыми Ну, ребят, ну это же совсем перебор Куда? Да нет, DimaTorzok уже здесь, как бы, и в экономику, и тяжело, и вытащить-то будет 27-19, да ну, а что, по рабочим Хотя, третья хата есть, ну, блин, адепты-то будут копиться Скорость с таким делается, а у DimaTorzok нет возможности в роуч перейти Особой Ну, это же, по-моему, лучше быть не могло Лепее быть не могло за спаны мана Он в той моменте уже поселил свой Wargate Tech Гра resonating для их, Ну, ну, я думаю, что это уже Квестия оброны, и не знаю, что мана будет играть в третью базу Я думаю, что могут попросить, но он будет в третью базу Что-то происходит В следующей гейтплейе А это супер-справа, потому что мана ЗАУВАЦИЛ, что Димага Мана ЗАУВАЦИЛ, что Димага будет играть Speed Overlord Ну что, иллюзиями пошёл мана вперёд Заваркал между гейтами и ещё адепта Ну, вау Мана Зелот Мана адепт О, вау Так, на рамку тут мана адептами своими встаёт Димаг пытается убить Пока скорости атаки нет Ой, скорость атаки доделалась адептам Вообще печаль сейчас становится по уме для димаги И адепты ещё уйти умудрились сейчас 20 лингов ещё строятся Три адепт на мана отманывра Ёму, а какой разрыв экономики просто идёт Сколько у димаги рабов за эту игру погибло Это просто какая-то сказка Космос просто Ещё давать на гейты пошёл Ну, фактически-то у лына от мана получается Это идёт Если мана не сможет продавить, то потом будет тяжело У него третьего никсуса-то нету ещё Димага не понимает, как будто бы что происходит Тут реводжерами ещё можно нормально всё сделать Так, возвращается димага Ну а толку-то, что димага возвращается Роучи непонятно где находятся На мане адепты начинают разваливать Просто жесть какая-то творится Роучи пришли, но не готов димага к мане просто И к такой игре У димаги тяжело пока, да? Уровень у него всё лучше и лучше становится Но всё вот так быстро ворваться в топ После того, что не играл долго так Тяжело очень, конечно Ага, хорошо Учим, наверное, два дат Мы все-таки с этого гейтвэя на революте Не знаю, что сейчас он будет найти Возрождаться Но это ещё не имеет значения Она имеет четыре гейтвы в своем мане и натуральном На робо роби, роби дэм Роби плинка, конструкция 1 Третья была в первую спрабы угрозной А, поэтому страта 1 пылона И гейтвэя в тюрьме Для манского заукура Для манского заукурника Ну, Димага еще сопротивляется, а, он линго-реводжерами хочет подкушить, видимо, сейчас, пока сеточку обновлю, как там у Стрэнджа, посмотрю дела. Нету Стрэнджа оппонента еще. Ману уже почему-то по сетке продвинули, а, потому что Ману уже понял, Ману же там сам репортит, сам, собственно, и зарепортил. Верни, что ли мы, не будет уничтожить та. На армии будет более неправильно, то есть интересное, потому что ману не имеет никакого проноляции продукции продукции из-за этого. Но делает иммортал, они уже насыщены три, 58 про на 26 дронов, на вoisи третья база в пи-бортое тоже будет иметь место. Пытается Димага принять тут ману. Но линги криво заходят. Пилды хорошие. Еще и телепортнулся ману. Домой ГГ, Димага ГЛ. Топ-16 ГМЛ, это хорошо уже очень даже, я бы сказал. Ну что, посмотрели и хватит. Давайте ждать, собственно, Стрэнджа. Сейчас он остается. Единственный из СНГ представитель. Сетку я вам показывал. Могу еще раз показать ее, собственно говоря. Ну, Стрэндж прошел там ТЛО, убил Канжи, Танг-Танга. Сейчас еще с кем-то будет играть. Рейна Рензейн, мана тоже там. С кем мана. Супер убил, кстати. Супер убил. Зиги Прайм. Вот у ПВП хорошего мана всегда было, в принципе. Димага Блая сегодня наказал. Тейлса. Ну, все молодцы, но Стрэндж только дальше идет. Поэтому Стрэнджа, собственно, и ждем. Так, сегодня еще там мэп-тест-турнамент. Такое будет. Нерч там против Ниба будет играть. Что это за стадия такая вообще? Бэйстрейт на тест. А, полуфинал это, понял я. Финал и термоубистика уже там 6-1. А, завтра финал будет там. Что-то я не понял. Былай проиграл Скарлетт и пошел дальше. Очень странно. Ставочки там есть на этот турнир. А, завтра финал. Продолжение следует... 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 Так, ну, по лимиту у Тирана, в принципе, неплохо. И СС-3 добывает и 1-1 раньше, чем у Зерга. У Армора единственное не в тайминг немножко. Так, минки неплохо, там помутки должны были лежать. Так, попытка забежать от ранее, тут чуть-чуть муталиски летают, пытаются принять. Линги сзади, вообще с разных сторон тут линги врываются. Причем Инзейн запустил и на вторую, и на мейн. На Арморе готовы, грейды не заказаны, блин, как провально сейчас отыгрывают. Пошел выход. Боевого лимита вообще 98,7, практически ровно. Ну, тут зависит от контроля будет, конечно, как Тиран встретит Зерга. В общем, как Зерг Тирана встретит, как Тиран засплетится здесь. Криптуморов выбил достаточно много сейчас Инзейн. И идет дальше. Ну что, сплит пошел хороший, относительно. Моряки живут, смотрю, но не все моряки выжили. Так долго, 155, 113, неужели здесь проиграют в эту вещь Тиран? 99, 155, да, похоже на проигрыш, сейчас я проверю. Не создают ли там кто-нибудь игру? Нет, пока никто не создает нигде ничего вроде. Может, я подумал, там Варди или кто-нибудь, кто в друзьях есть, будет на хост прыгать и через него заскочить в Кинзейну. Ну, еще здесь, может, и не 1-1 пока, конечно, еще шансы есть у Тирана подраться нормально и развалить. Ну, и что-то мутка залетает и экономику просто разваливать начинает. Муталис, почему же там за 20 штук, такой жирный стек прям летает, 4 базы у Рейнера добываются. Так, Тиран встречает, еле-еле, тут все направления отбивает, ну, так, 2-2 доделась, ну, мутка врывается, смотрите, минус факта сейчас с реактором, тут застройка какая-то кривоватая, тяжело зайти, все здесь отбить вообще. Туалеток, я не знаю, сколько тут запилить надо, чтобы сдерживать такой стек муталисков очень много, нужно туалеток поставить. Туалеток, я думаю, что это не работает, но не так хорошо. Туалеток, я думаю, что это не работает, я думаю, что это не работает. 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Так, Энзейн пошел в пуш уже на Рейнера Попытка засплительства Ну что-то миллиард просто бейлингов С разных сторон все унижают Вместе с муткой это ГГ Тирану это 1-1 Блин, вы груто пау Блин, вот так Менее минуты Варди в игре Так я и думал, сейчас пропущу Просто за задержки Тяжело как-то в какой игре Варди, я не знаю в какой он игре Ну ладно, подождем Немножечко Может быть получится прорваться И не получится прорваться Варди сейчас по рестримим К страницу, что понятно Получится прорваться Варди сейчас Блин, довольно бы что до level И не может mets двой Варди. Легко. Варди сейчас пау К деп anciрат quailом Немножко оно идет в для них Поп Продолжение следует... 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 На центре там что-то поймал, это Overseer, по-моему, был. У них там еще до сих пор с багом, посмотрите, интерфейс до сих пор поленились скачать, но его дают. А еще немцы ленивые какие. Рейнер Зуд Криптумарова станет у Инзейна. Либераторы строятся, плюс био стандартно. Все. Не люблю, конечно, пристримить в последнее время. Даже как-то не комментируй. Как сам нажимаешь, тогда и комментируется веселее. Тут либераторы встречают мутку. Три штучки нужно отлететь, мариками прикрыть. Нужно камни пробивать Инзейну сейчас. И делать выход. Если получается двухбазы, вообще какой-то от тирана прессинг улыновый почти что. Ну что, идет врыв от Инзейна. Какой-то поначалу казалось врыв провальный, а потом просто либераторы развалили муталисков, марики развалили по земле всех бейлингов. И причем казалось, что мариков недостаточно. Потом-то выяснилось, что мариков, в принципе, и достаточно здесь. Но остались одни только либераторы без био. И теперь нечем убить королеву, например. Муталиски здесь поразвлекали немножко тирана. Полетели вперед сейчас ломать. Но да, и здесь мариков-то нет. Смотрите, сейчас 4 либератора муталиски эти собьют. И все, это ГГ будет. Посплетел Рейн немножко. 68-128 по лимиту. Там бункер-ракит пошли. Третий ЦЦшка только-только готова. То есть у тирана полный провал. Это 1, скорее всего, в пользу Рейнера. И мы ПВЗ увидим Стрэндж против Рейнера. И я даже рад, потому что с тиранами мы с корейцами сегодня видели Стрэнджа. Да и ПВЗ, в принципе, видели против ТВО. И то, и то он четко достаточно отыгрывал. Ну, заходит Рейнер, Мариков всех проблевает. ГГ пишет. Наконец-то кончилось это все дело. Так, Стрэндж что-то там в игротике сидит. Нужно ждать. Продолжение следует. Ну, сейчас Трэндж поймет, что оппонент у него есть. Подписываем Стрэндж, не знаю, видит он или нет. Стрэндж. 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 Продолжение следует... Так, ну все, ждем пока Рейнер стрейч не заметит. И Стрейндж Рейнер полуфинал получается у нас будет. В нижней части сетки Фир со смайлом бьется. Еще за смайл такой флаг какой-то. А, уже выиграл, все, уже выиграл. Фир, там ПВ, а, Ману уже Фир выиграл, Ману уже ждет победителя Стрейнджа Рейнера. Ну и мы ждем, конечно. Секундочку, сейчас приду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Ну что, жду пока Стрейндж там подчеркают с Рейнером. Будем смотреть сейчас Стрейндж Рейнер. Победитель против Маны, соответственно, будет биться. А ты что здесь бегаешь? Ну-ка сюда иди. Чарли. Чарли чуть... Спасибо. 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 Так, ну что-то Strange долго черкает с трейнером. Ну, зато сейчас две игры подряд будет. Стрэндж Рейнер Б3. Ну, и финал будет в любом случае. Я надеюсь, что со Стрэнджем он этот финал будет. Конечно, он может и проиграть, конечно, Рейнеру. Но я надеюсь на Стрэндж против маны. А вот и пошла движуха. Так, секундочку. У меня звонят. Так. 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 Что у меня сейчас будет? Так. 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 Я здесь. Ну что ты, мочка? Ну что, первая игра, Стрэндж Рейнер, поехали. Кстати, хотел посмотреть. Лайфенгкап завтра точно есть. Понедельник, вторник у нас обычно пролига, как бы было, когда, собственно, продолжение-то. Так, на раунд 3 про лиги еще даже информации никакой нет почему-то, не знаю почему. Ну, видимо, еще не анонсировали его. Нексус у Стрэнджа пошел, и Нексус все стандартно здесь абсолютно. Ну а здесь, соответственно, 17-я хата, пул и газ потом только. И, видимо, третья хата будет пораньше тоже сейчас заказывать. 300 уже почти есть, но дрон не выводится пока, тем не менее. Строишь туда и пробочкой поехал. Здесь у нас кибернет, по второй пион, все стандартно, абсолютно. Барабам, стрэч, ручка в плюсе. Тоже стандартный момент. Кувер заказан, хатка достраивается у Рейнера, и сейчас королевы пойдут. Точка сбора на второй, Нексус стоит у Стрэнджа уже. 16 пробочек на мэне, и через Таргейт он играет с Рейнером. Почему? Не знаю, почему. Так, адептик запрыгивает сюда почти. Нет, залетал на мэйн, но не стал Стрэндж телепортироваться. Увидел, что там линги бегают. Правильно сделал это минус адептик. Сразу бы был бы... Третья хатка строится здесь и через Феникса, не через... Даже не через этого, не через Оракула Стрэндж начинает. Сразу же через Фениксах. Ну что же, надежный билл достаточно-таки через Фениксах. Когда будет Стрэндж на трейсе, Нексус спускаться? Хороший вопрос, пока непонятно. Адепт на мэйн вернул. Вот сейчас пробочка вниз уходит. Ну здесь пилон сначала, наверное, будет запилен. Или сразу Стрэндж Нексус будет ставить. Похоже, что даже второй вариант сразу Нексус от Стрэнджа пойдет. Нет, сначала пилончик. Ну да, саплайблок, здесь пилон. Нужно перестраховать. Видит прекрасно Стрэндж, что там много лингов бегает сейчас прям рядом. Нужно отводить пробку сейчас. Что Стрэндж, собственно говоря, и делает. Ну, кто долго соображал, видел же лингов. Увел бы сразу пробку заранее. Почему такие действия, ну, не очевидны для Стрэнджа, не знаю. Линги бегут в этом направлении. Просто отвезти сюда к рампе, чтобы ее не видно сразу было. И все. Не обязательно ее прям там наверх уводить. Ух, пора уж пробочку. Увел Стрэнджик. Лингов на этом моменте Рейнер насливал. Новую пробку берет. Или, не погодите, ничего Стрэндж пока не берет. Вот со второй базы пробочка выводится. Доварп еще пошел. Адептов нужно пробку спускать. Адептами можно вперед уже выйти, на самом деле. Ну, Стрэндж не спешит этого делать. Третий нет. Пошел. Почему Стрэндж сейвится здесь? Ну, во-первых, то есть, Мексус первый, да, этот билд можно играть. Но его нужно играть в каких-то играх, где там, я не знаю, Бу-5 может, Бу-7 применять. Когда ты играешь в Бу-3 с Рейнером, молодым зергом итальянским. То есть, ты... Так, прям в лингов, то есть, телепортируется. Криво вот это сейчас было сделано. Зря адептами телепортировался. Здесь нормально дрался. То есть, этот зерг может быть агрессивным. Лучше через стандарт начать, наверное, Стрэндж думает. Просто, как минимум, первую сыграть. И лучше вообще четко отыграть. Тем более, у него уже отточено. Все здесь стабильно. Очень сюрпризов никаких нету. Два робота запиленного. О, неплохо. На третьей базе два робота сразу Стрэндж ставят через Фениксов. То есть, Фениксы перестраховывают от всяких мутарисков воздуха. Ну, и роботиксы спиленных, соответственно. Которых видят прекрасно эти роботиксы, которые видят сейчас Рейнер. Так, Фениксы захорачили мейн. Минус где-то 5-6 дронов сейчас было. Ну, так, чуть-чуть хп потерял Феникс. Ну, по потерям близкая ситуация. По лимиту тоже очень близка. Четвертая хатка уже доделалась у Рейнера. Стрэндж будет эстаргит, кроме чего не делается. Один густ вообще никуда пошел. То есть, да, нужно два робота и фаржу пробусть. Молодец, Стрэндж переставляет. Грэйды все, а в Твайлайте блинк пошел. Плюс 4 гейта на мейне 3 гейта есть. Плюс 4 сейчас до заказ. Будет ли еще гейты отстрэндж? Не знаю, может быть и побольше даже будет. Так, пилончик пошел. Четыремя Фениксами Стрэндж пытается подхарасить. Почему 4, не 5, построил страну? А, он 2 уже потерял. Он 6 в общей сложности вообще строил. Ну да, если потерял, то, конечно, новых нет смысла отстраивать. Обычно их 5 строят и прекращают вообще продакшн. Здесь у нас, так, плюс 2 Стрэндж заказывает. Молодец, что раньше, чем Зерк 2 армор заказал. Здесь масс-масс линги. Милишный стиль чисто массовый идет от Рейнора. Нужно Стрэнджу что? Нужно побольше имморталов и... Архончика бы здесь напилить бы, не мешало бы. Делается блинк. Выход с блинком пошел со стороны Стрэнджа. Стрэнджа сейчас только на лингах как-то не подставится. Вот в этот узкий проход заходите. Там все хорошо на самом деле будет. Лингами там можно разваливать. Еще сталкеры варпятся. Сентреи 7 штук. То есть филдов много достаточно. И так, 27 бейлингов делает сейчас Рейнор. Против бейнов нужны хорошие филды Стрэнджу. Все, если будут филды грамотные, то тогда все будет хорошо. Бейлинги тем более еще без му, я так понимаю. А, нет, с му уже бейлинги и с оверов летят. Еще тоже бейлинги, кстати говоря, сейчас. Нужно сталкеров сплитить. Стрэндж сплитит же сталкеров. Стрэндж просто оверов пофокусил сейчас. Ну сколько же там лингов собирается ворваться. Это жесть какая-то. Стрэнджи разваливаются сейчас. Просто флам на самом деле Рейнор. Что-то Стрэндж переоценил, по-моему, свои силы. Ведь и в линг был. Можно было спокойно уйти. Сейчас на ХГ. Блин, ну как Стрэндж так вообще законтролил-то? Я не понимаю. Летят столько оверов. Ну да, первый сфокусил. Остальных, во-первых, и не фокусил. Во-вторых, почему-то не отлетал просто от этих юнитов. Очень странно это было. Можно было вот сюда просто всеми даже сталкерам. Вот это самое элементарное. Б назад. И как бы это был автосплит. Минимальная автосплитка. Здесь много достаточно. Оверчажа есть. О, Стрэнджер на матор-коре. Раз, точно. Один есть. Так, пилды пошли. Сталкеры уходят. Давай, все, стулкиров. Там звук уйдет. Вот же еще. А, все, энергия. Энергия кончается у Стрэнджер. Рейнор взрывает рабочий. 49, 71. Парабан так себе уже у Стрэнджер. Ситуация становится. Здесь с хайграунда Сталкера начинает на халяву наваливать. Ну, опасно так. Это минус три Сталкера. Можно унизко шеблинкануться. Сейчас понапрягать минеральную линию снизу. Что Стрэнджер делает. Дронов на халяву фокусит. Будет под блинк туда Стрэнджер? Нет, пока нет. Под блинк он не контролит Сталкеров. Одного увел. Просто ушел сейчас. Ну, и тут все. На этом кончится. Его приключения закончатся. Адреналин и 3-2 грейдейл. Ну, вот таким билдом, как играл Стрэнджер с блинком, нужно за раз Зерга убивать сразу же. То есть потом восстановиться тяжело очень будет. Там грейды, там вообще жесть. Там много-много лингов. Если же хочешь свититься в какую-то экономику, то нужно архонов добавлять. Обязательно здесь. В таких выходах. Там уже greater spain. Нет, я уверен, что здесь уже не отпустят почему-то рейнер эту игру как-то вот... Ну, просто линги, это такой юнит, в них тяжело прогореть. Они на оклике нормально врываются, как бы, а брудов вообще Стрэнджер нечем контрить. Так, там линги чуть-чуть на пилон. Так, или Стрэндж идет вперед. Опять же, подходит с толперами под четвертую базу. Брудов пока нет. Вот первый тут пошел. Зато 18 бейлингов у рейнера есть. Стрэндж сразу под greater spire приходит, уничтожает greater spire. Только два бруда в итоге будет у рейнера. Вот это хорошо, конечно. Так, летят оверы вперед. Фокус-то где оверрофт? Стрэнджа нету. Фокусы с N3 все взрываются. Минус Стрэндж, это 1-0 рейнер. Как-то против бейнов Стрэндж не понимает, что как они работают, что ли. Я чуть не пойму, почему-то слабенько как-то отконтроливает. То есть нужно просто позицию менять, либо пытаться как-то пропустить оверофт. Стрэнджа это не получается сделать. Следующая игра нужна. Ну, еще не вечер, конечно. Но нужно понять, что вот этот стиль как бы милишный. То есть против двух робов он как раз работает. Построил два роба, они не строят туда много там, ну вот... Да Стрэндж не строил много иммортлов, он пошел в пуш, но он решил кушать не с архонами-зилками, а с сталкерами-сентрями. А как пушишь с сталкерами-сентрями, там очень тонкая грань между успехом и провалом. Пока я не вижу хвост. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, все готовы, поехали. Ну что, 1-0, Рейнер ведет. ГЛХП пишет сейчас. Стрэндж спускается вниз пробочкой. Пилончик пошел. ГЛХП пишет. Рейнер Стрэндж спускается пробкой. Гейт сейчас будет заказан. Да, пошел гейт. Вот здесь, наверное, и будет проход. Здесь еще один гейт за строечку. Так будет выглядеть. Стрэндж не туда в разведку приходит. То есть он только с третьей попытки найдет Рейнера. Это не очень хорошо, конечно, но овером Рейнер тоже не туда полетел. Ну, это гейт ГАЗ Нексус, собственно, билд от Стрэнджа стандартный. Да, пошла кибернетка. Вот она и стенка. Здесь проходик получается. Да, заказана еще пробочка. Сейчас начнется Трэндж ГАЗ наконец-то добывать. Двумя хотя бы пробками. Проверил дворис поедет. Наконец-то, наверное, в верном направлении. Раньше обнаружат зерки, чем зерки его. Ну что, дрончики на вторую поехали. Раскачивают Рейнер Трус. Здесь Трэндж Сталкер Кум встречает овера, подгоняет, чтобы он тут особо ничего не смотрел лишнего. И Твайлайт заказан сейчас. На третьей базе пробка. Будет ли Стрэндж блочить пилоном? Не знаю. Может быть и будет. Пока просто на муви был пробкой блочить. Так, минерала добавить. Зачем тебе минерал это, Стрэндж? Ё-моё. Уходит пробочка. Это минус пробка. И третью не заметил, ничего не подглочил. И пробку вот странно отдает. Ну неприятно. Твайлайт очень ранее был. Нет ли Адаркшрайна? Я вопросом задавался, для чего. Но вы видите, скорость атаки адептам пошла уже. Стрэндж блочить. Мазеркуру Стрэнджа только-только готов. Не знаю, каким образом, но Рейнер строит Беллинг Нест. То есть он понимает, что здесь происходит. Как он понимает это? Я вообще беспомолен. А ну варп бустится. Может быть поэтому билгу варп бустится. Я даже не знаю. Адептски варпится. Робо достраивается сейчас. Газ тут у Зерга особо не добывается. Но третью зато он уже начинает раскачивать. И так уж... Так, Нексту собирается запилить пробку-то прикрой. Стрэндж, что ж ты делаешь-то? Пробку прикрыл адептами сейчас. Призма строится. Два Гейта плюс строится. А где призма, кстати, играет? Только что же была вроде. Продакшен. Нет, нету. Ну, кстати, как против ТЛО Стрэндж. Играл со скоростью атаки адептов. Просто харас небольшой. А потом переход в третий Некстус. И потом одновременно фактически переход в третий Некстус. Адепты прорываются. Прямо рядом с Лингом сейчас. Заметил ли Рейнер или нет? Да, заметил. Поэтому Беллинги собственно и запилены. Ну, как-то призма совсем не по таймингу здесь, по-моему. Адепты вниз уходят. Так, с хайграундом, стрэндж, пытается понапрягать. Телепортироваться ни в коем случае сюда нельзя. Нужно предельно внимательным быть. Стрэндж пытается сплитануться хоть немножечко. Особо сплита не получилось. Минус адепта. Ну, 44-53 парабам. Третий Некстус подстраивается. Три адептика летят ко второй базе. Сейчас начнется уже харас призмы с помощью. Так, до варп еще адептов. Так, хатку можно отменить. Сейчас было бы. Ну, стрэндж предпочитает не отменять. А, вот сейчас он отменит. Причем Рейнер Эскейп не успел нажать. А это фейл уже был. То, что Рейнер Эскейп не успел нажать. Призма залетает. Ну, на третьей базе адепты напрягают. На вторую призма прилетает. Нужно улетать криво под спорку. Сейчас разложился. С хайграунда влочит минеральную линию. Стрэндж Рейнеру, как и в предыдущий раз, собственно говоря. С призма опять варп пошел. Адепты к центру. Уходят сейчас. Ну, тут с ксилнаги Рейнер видит прекрасно Стрэнджа. Стрэндж как бы грамотно разводит. Но он не знает, есть там на ксилнаге кто сейчас или нет. Я так понимаю. Адепты прямо сюда вливаются. Стрэндж, ну что ж ты, ема. Прямо под бейлингов. Зашел прав 10 на второй базе. Фокус-то где дронов? Вообще фокуса нет. Ошибается Стрэндж контроля. Сейчас очень серьезно. И первый, и второй раз. Ну, все равно по лимиту все у него более-менее нормально. Здесь, ну, что-то линги бегают рядом с третьей базой Стрэнджа. Адепты все еще напрягать пытаются. И заходит Стрэндж к третьей хате в очередной раз. 86-102 по лимиту. Там 8 гидралов заказано. Гидрала за удар просто адептами разрываются. Здесь линги так себе дерутся. Адепты нормально подрались. Развалили линга. Пушли на ксилнагу. Да, варх еще с другого направления адептов. И колоссы уже строятся с рейнджом у Стрэнджа, между прочим. Одну фотонку на третьей базе не помешало. Я думаю, Стрэнджу сейчас поставить. Адепты опять на третью приходят. Три дрона моментально минус. Гидралиск минус. Четвертый дрон минус. Ну, еще тут Стрэндж парочку лимитов забирать. 65-51 по рабам. Стрэнджа все великолепно. 36-50 по боевому. Но учитывая, что у Стрэнджа боевой и королевы, вот это только 10, это только тех 5 королев. Плюс еще здесь ведь королева есть. И 12 лимита боевого от королевы. То есть, лимит мобильный равный абсолютно боевой сейчас. Конечно же, это провал абсолютно для Рейнера. А вот он заходит. Лингерич против Сентрей. Пилды где? Пилды пошли. Сталкеры приходят. Так. Рейнер там пилоны пытается убить. Пилоны так просто не убить. Зеленочка накинута сейчас была для перестраховки у Стрэнджа. Здесь призма все еще летает, харасит. Адептики дропаются. Рейнер видит прекрасно. Стрэндж понимает, что бессмысленно сюда телепортируется. Забирает двух из четырех адептов. Сколько успел? Здорово, Акейра. Всем привет, ребят, кто недавно подошел. Здорово, Акейра. Так. Ну, Стейлмен, привет. Про чем-то там вообще говоришь. Какие еще один кабаксов. Забегание лингами здесь идет. Ну, Адептики варкаться, новая фатоночка. Плюс есть все в порядке. Здесь выход от Стрэнджа на колоссах идет, соответственно. Ну, тут гидробейлинги только фактически из юнитов. До варп еще сталкеров уйдет. Три колосса в выходе присутствуют. Филды от Стрэнджа замечательные. Сзади линги забегают. Ну, тут бейлингов нормально Стрэндж встречает. Сплититься нужно. Отступает Стрэндж. Просто отступает Стрэндж и сплитануть. Сталкеров сплитануть. В этот раз получше, чем в предыдущей игре. Все получается у Стрэнджа. Я имею в виду в плане сплита. И GG. Рейнар пишет 1-1. Ждем третью игру. Стрэнджа. 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 Привет всем, ребят. Ну что, третья игра Стрэндж Рейна. Руины Индиона. Карта у нас снайпик Артис Стрэндж выиграл. Между прочим, ТЛО сегодня. Посмотрим, что будет с Рейнером у нас здесь происходить. Стрэнджа. Рейнер. так идет разведка стране сейчас секундочку проверим что проверим ну что здесь 17 хата газпул акира поддержал ваш канал на сумму 500 рублей разбавим счет спасибо тебе акира так чудо вообще не тут так потом под настроя и там совсем так с киви насколько я знаю гг кошелек особо то и не пополнить киви ну по крайней мере поддерживать с киви нельзя там какой-то конфликт с киви был уже давненько поэтому и то другие варианты искать забегая трейнер чуть лингов камнями не завалило аккуратнее надо быть вот может быть как-то можно через киви куда-то в другом местом пополнить ну нужно смотреть что без комиссии все это было скорее всего так просто не получится ну что эволюшен и муфовером делается у рейнера все это дробчики возможно будет его стороны а стрейдж добавляет плюс три гейтенера это делая руба как собственно говоря он играл с тыл его так и здесь площадку прессовал стрейджа стрейдж дома как бы тоже они эксус потерял на убил тыл его мэйн здесь получится или нет не понимаю пока вообще складывается у меня такое ощущение что даже неплохо то есть гейт открывается здесь у стрейджа призма сейчас будет готова юниты уже жду тут две сентри сталкер зелок отсюда снизу запрыгнет призму быстренько и все это полетит вперед ну а он торт улетит посмотрите сейчас от рейнера и он очень неприятным будет причем призма прямо через оверов пролетит видит стрейдж четыре овера летят и об на месте стрейджика может быть домой даже юнитов парочку варпанул мазеркор вообще где-то вдалеке летает стрейдж в это время прилетает на мейн компонент туда варпанул четыре сталка сейчас стрейджик молодец 1 овера сабет даже дропнуться нет они два линга успели все-таки дропнуться от рейнера здесь стрейдж недоконтроливает забираем улетаем сентрю одну потерял приятного мало но самое главное отбился от харасса и третий нексус ставится это спокойно ну да либо как бы можно я так понимаю с киев с кем-нибудь поменяться на и но это тяжело потому что делается да так есть стрейдж карасит оппонент своего нужно улетать иначе призму собьют королев многовато три штуки отлетел стрейдж сейчас здесь у нас прилетает харассить овер кстати ни одного рабочего стрейдж еще не потерял в этой игре но и рейнер свою очередь тоже там особо ничего не терял принимает овера стрейдж минус овер и опять только два линга успела дропнуться но это смешно конечно вертаж можно выставить да даже без овертажа сама при сам мазеркор здесь убивает все замечательно один линк вот что-то грядет стрейдж ради него варпит адепта одного и адепт наказывает этого линга в итоге грызутся камни с разных направлений от рейнера леера чё ёма какой поздний леер вообще все замечательно у стрейджа экономика хорошая хорошая по грейдам замечательно получается в каком плане тут коготь с армора нету зерга то есть всегда будет атака в плюсе над армором зерга с кем пробивают камни рейнер стрейдж дал да грызь ну тут надо пару фотонов запилить просто одну стрейдж уже пилят будет ли рейнер врываться ноут лингов скапливает по крайней мере здесь у стрейдж еще блин не готов надо бы плюс два заказать бы стрейдж он не спешит пока с плюс два дома две фатуночки адептик с энтрядом стоит все плюс два пошло хорошие филды от стрейджа посмотрите лингов сколько отжал на халяву только часть убежала в это время призма на мейн врывается кстати адепты нет адепты без скорости а то я вообще не адепты зилки на мейн пришли два адепта он с лингами борется плюс зилки здесь есть зилки тоже лингов содержался чтобы ушатать с плюс один то но стрейдж я думаю заберет этих зилков хотя нет принимает бой 3g пишет пишет рейнер и стрэндж финале выход шел сейчас и блин да очень хорошо стрэндж отыграл замечательно я бы сказал ну заставил понервничать отдав первую игру в итоге все-таки втащил и мы будем смотреть финал с нашим игроком со стрейджем против маны замечательно так а пока нужно разобраться с месячной поддержкой что у нас там происходит так что-то я не то написал сейчас общую цифру что у меня даю Продолжаем. 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 Вот как-то так вроде бы. Короче, всем, ребят, за поддержку спасибо. В этом месяце, конечно, я не так много стримил. Поэтому не так ее и много было. Но в любом случае, я всех благодарю. Это важно. Продолжаем. 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 Так. Продолжаем. 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 Продолжение следует... 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 Пользователь FullGore активировал премиум на ваш канал. Спасибо тебе, FullGore, за премиум. Ну что же, Man and Strange третья игра. Ну что, ребят, еженедельный турнир воскресный GoFoSK проходит. Финал у нас идет. Стрэндж игрок из России, молодой Стрэндж 19, ему сейчас используется 18, против маны. Тоже не дико старый поляк, но ему за 20 уже далеко. Призовой 100 евро первое место, 52-ое, то есть Стрэндж уже не с пустыми руками. Стив идет, поиграл, потренился сегодня, как-то так. Газ пошел. Газ пошел. , ... ... Мана иногда выстреливает, но это холостыми, да, согласен. Кибернет-чика ума на Стрэндж 5 кибернетку ставит. Наверное, Стрэндж как-то два раза через адептов начинал. В этот раз через адептов, либо через сталкеров будет пока непонятно. Наверное, через адептов, скорее всего, есть на газе косячно. Два рабочих вместо трех добывают почему-то. Заходит мана, тут пилончик ставит Стрэнджу. Только Стрэндж третьего рабочего направил. Мана пилон на халяву поставил. Было бы три рабочих, было бы тяжелее впилить на самом деле этот пилон. Два сталкера Мазеркор. В этот раз Стрэндж решил нормально обойтись. Отменяет мана пилон. Ну и добыча пошла. Потратил 25 минералов, собственно говоря. Особо. Может на 8 газа Стрэндж меньше добыл за это время. И то навряд ли. Два сталкера готово. Будет ли Твайлайт, будет ли Старгейт. У Стрэнджа пока под вопросом все. После двух сталкеров два адепта заказано. Твайлайт у Стрэнджа пошел. Пробка на Ксилнаге. Присутствует у Маны тоже сныкана. Пробка, но не на Ксилнаге. И Старгейт пошел. В этот раз, я думаю, Стрэндж не будет Даршан делать. Он, скорее всего, будет делать какой-то, ну, блинк. Адептики выдвигаются. Прямо под сталкеров сейчас маны попадают. Ёма, что происходит, Стрэндж? Минус адепт. На ровном месте. Неприятная ошибка от Стрэнджа. Ну, вот надо аккуратнее вот так вот через иллюзии проходить. Ну, зато Стрэндж Мани сталкера заберет. Да под демеджином устремлю. Красавчик. Забрал. Своего не потерял. Ответил. За адепта ответил. Стрэндж сейчас маня. Здесь пробка собирается Нексус ставить, насколько я вижу. Так и есть. Ставит Нексус. Адепт телепортируется. Нахренам-то Стрэнджевский на мейн к мане. Еще одну пробку он забирает. Но четыре сталкера Мазеркор быстро и убивают в итоге. Так, здесь пилончик пошел вот Стрэнджа. У мана Оракул первым юнитом построен, кстати говоря. И мана так. Будет мана проверять пробки всякие пилоны? Да, проверяет и находится, кстати говоря, сразу же пилон. Заметил и пробку Стрэнджа. Нужно отменять безусловно пилон. Пробка тоже будет уничтожена. Даркшрайн в итоге не очень-то в тему получается. Нужен ли он вообще Стрэнджу? Теперь я очень сильно даже сомневаюсь в этом роботе. Тем более Струт. Если бы сейчас прошел бы варп на пилон, то тогда бы дарки бы замечательно ворвались. Здесь робо еще не готово. А в итоге даркам неоткуда врываться, собственно, к мании. Это не очень приятный момент для Стрэнджа. Главное, экономика пока работает. Так, Оракула. Теплый прием. Очень сейчас был такой. 40 хп осталось. Был бы мазеркор поближе сюда. Надо этого наглого адепка. Прямо на депошке. Надо пилон вообще летал. Можно было прямо. Вот, посмотрите, у мана только-только первый опс строится. То есть уже можно было напилить рабочих нормальное количество. Причем, если мана сейчас опсервера не поведет прямо вниз, то... А он не ведет у него, посмотрите, он стоит без... И можно нарезать пробок, да. Просто пришел на изичах и пять пробок запилил Стрэндж. Молодец. Неплохо, в принципе, разменялся. А Оракула тоже ждет. Здесь принимает хорошо. Оракул залетает. Ну, одну пробку мана подрезал. Смешную. Ревелэйшн кинул. Скоро уже блин будет готов. На мэйне все прикрыто. 32-29 парабам. В пользу Стрэндж. У мана иммортал первый и твайлайт сейчас будет готов. Так, на мэйне Оракула врывается. Банна врубает демодж и сам боится, что демодж врубает. Врубил и улетел. То ли Стрэндж я это не заметил, то ли я не знаю. Так, неплохо Стрэндж на демоджил здесь Оракула. Еще сталкеры варпятся сейчас. Пытается Стрэндж Оракула поймать, но что-то не получается у него пока этого сделать. Пошел дальше. На халяву сейчас заметит. Ну, Пилон спалил, по крайней мере, Стрэндж. Пилон начинает убивать, но спалил и сталкера своих мана Оракула. Отвел в итоге вниз немножечко. Ну, тяжело предсказать, где именно будут находятся Фениксы, точнее Оракула этот, поэтому тяжело его найти. Хотя вот сейчас Стрэндж увидит Оракула и можно даже будет продемоджить его немножечко. Хорошо, Стрэндж пострелял. Поля все снял, 27 хп осталось. И третий нету запиливают спокойно, абсолютно. Плюс один почти готов, у маны только фажа доделывается. У Стрэнджа уже блин давным-давно готов. Единственное, что у Стрэнджа и морков. Поменьше вот это да, конечно. Ну, по рабочим в плюсе, по всем параметрам в плюсе. Вообще просто, знаете, стрёмно реально все у маны смотрится вообще. Ничего нету, пока вот у Стрэнджа все замечательно. Ну, как дальше реализовывать, будет вопрос. Есть обсервер на патруле, у Стрэнджа летает. Сейчас мана в ловушку летит к этому обсерверу. Стрэнджик, реагируй скорее. Оверчаж не стал жалеть, все правильно. Тут 200 энергии. Активера уничтожает мани сразу же. На втором Нексусе прав сталкеры ничего не прикрывают. Оракул где-то тут летает. Нужно аккуратнее быть Стрэнджу. Сейчас сталкер на халяву пробок может забрать. Да, залетает, знаете, мана. Блин, я все равно не успел подрезать. Две пробки на халяву забрал Стрэнджу. Ну, третий Нексус зато почти готов. Плюс 2 заказано. Гейты добавляют. Все добавляется. Дестабилизаторов пока не делается. Но и мана, в свою очередь, не делает робобей никаких дестабилизаторов. И здесь иллюзия залетает на мейн. Стрэндж все увидит. Сейчас прекрасно, что здесь происходит. Видит Вайлайт. Ну, экономику оценить тяжело, конечно, так вот визуально. Но можно понять, что, мягко говоря, у тебя не хуже, как бы, да. То есть по зданиям добавленным. Здесь уже гейты у Стрэнджа добавлены. Но у маны еще не добавляются. Они вот только-только первые. То есть у маны 4 гейта. У Стрэнджа плюс 2. У Стрэнджа уже 6 гейтов. 7 рук гейтов. И можно призму построить. Можно нас агрессивничать сейчас. Будет странно, интересно, выход какой-нибудь делать сейчас. Ну, пока призму я не вижу. Если был бы выход, наверное, призму бы он бы делал бы сейчас. Ну, это вообще-то... А, ну чаш пошел. Чаш, правильно, но чаш, если ты делаешь, нужно тогда поднапилить газ на третьей базе. Так, секундочку, ребят. Жизнь! Жизнь! Навидим! Пит! Медлый! М. Медлый! Медлый! Слаяние! Медлый! Так, прошу прощения, ребят, был звонок мне, человек набрал. Вот, продолжается битва у нас, Стрэндж против маны, мана не делает дестабилизаторов, Стрэндж не делает дестабилизаторов, у маны имморталов уже 6 штук, плюс Архона, у Стрэнджа поменьше имморталов, но у маны, посмотрите, Флитбик, он в Темпестов собрался. А, он нет, это в Мазершип выходит, кстати, можно убить его до Мазершипа сейчас пойти. Если, я не знаю, почему Стрэндж сидит, не хочет вперед пойти, ну вот он не рискует, может, с одной стороны и верно, но если дождется Мазершипа сейчас, то, конечно, все гораздо хуже у Стрэнджа, сразу же будет. Несмотря на преимущество по грейдам и там по всем-всем-всем моментам, нужно идти реализовывать это, иначе мана сейчас просто там построит этот невидимый летающий юнит, и будет тяжело очень Стрэнджу с ним бороться. Так, Архончика нужно слить, и... Стрэндж, что ты делаешь? Стрэндж что-то сидит, не знаю, почему сидит. Третью форжу добавил сейчас, форжу-то правильно добавил, но призма вот сейчас будет готова, пойдет Стрэндж вперед. Да, выходит вперед сейчас, мана видит, где Стрэндж находится, пошло его движение, сейчас Мазершип запилен, и сейчас идеальный тайминг можно поймать, когда у оппонента еще нет Мазершипа, прийти просто убить его нафиг. Так, заходит Стрэндж, видит, что здесь все стоит, будет обходить сбоку или сюда, прям на ХГ будет заходить, я пока, честно говоря, понять не могу, видит Стрэндж, здесь много Архо и Мортлов, пробегает там к третьей базе сейчас, да. Есть ли Апсервер в выходе? Вроде бы нету, но Мазершип еще целых 40 секунд будет делаться. Здесь Оракул сбривает стадисную ловушку, Стрэндж идет вперед, нужно на третий Нексус врываться, Иллюзия Колосс добавлена, заходит, становится под Нексус сейчас, здесь часть силков заходит, как из Кривого через центр направления, нужно аккуратнее, поэтому быть, Манн еще там Филдов наставил, и Мортлов, ема, сколько много Мортлов здесь у Мана, четвертый Нексус Стрэндж пока не раскачивают, но лимит равный, сейчас еще и Мазершипа, и то, и, и, как опасно, сейчас для Стрэнджа все складывается, конечно, фронт у Маны замечательный, он тут хорошо бьется на халде, и Мортлов своих Стрэндж нужно поставить, да Нексус спокойно забрать, просто без нервов, Стрэндж-то понимает, становится на халде, пытается забрать Нексус, Мана пытается, конечно же, его отбить, естественно, ему терять его не надо, но Стрэндж забирает спокойно, и чуть назад сейчас смещается, Мана идет вперед Архонами своими и Мортлами, Стрэндж видит здесь все происходящее, но обсервер Мана ему отфокусил, и нужно убегом отсюда бежать Стрэндж, иначе беда, иначе беда, Мазер, так, Фризму сбивается, Мана, сейчас Архоны где-то там зажимаются, Стрэнджевски, можно сместиться с Талкерами на центре, Нексус зашатать, что сейчас Стрэндж и сделал, Нексус убил, взялки здесь все разламывают, вообще, 3-1-2-0 грейды, так, кстати, Мазершип сейчас спас, этот пилон с туверчажем, Мана, Фризму достроил, Стрэндж новых Архонов сливает, есть обсерверов достаточное количество у Стрэнджа, вот у меня такой вопрос сейчас возникает, так, Revelation кидается на Мазершип и на имморталов, Привет, Миш, Так, смещается Стрэндж под свой четвертый Нексус, против Архончиков прыгает вперед, Призму сразу же Манни забирает, но не надо лезть так на Мазершип, но обсервера есть у Стрэнджа Мазершип, можно отфокусить сейчас, Еле-еле Мана сейчас успел телепортнуться, в итоге ситуация для Стрэнджа 4 Нексуса против 2 Маны на данный момент добывающихся, здесь Сталкерами можно подблинкнуться, нагнать Сталкеров Маны, Мана пытается на блинке уйти, уходит на блинке, ну не надо Стрэнджу влезать сейчас абсолютно точку, Стрэндж наглеет, спешит куда-то поломиться, блин, а нужно ли ему спешить вот так, так, видят юнитов Маны, Мазершип, полудохлые вообще, Пользователь Рича активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Борис, ну вот куда вот, что это за аркада пошла, ну вот, не надо лезть-то так, там лимит хороший, боевой, там грейд есть, у тебя 2 форжи, у тебя 4 Нексуса, закрепи ты свое преимуще, Неку, вот Стрэндж лезет, Сторгейт, есть, Флитбекон поставил, в ответку Мазершип сделал просто, и все, ничего он там не сможет Мана сделать. Так, Мана бегает здесь, 3 атаки, у него есть 3 Тинекус Ели-Ели, сейчас восстановил, Стрэндж масс масс Архонов, сливает очник, много становится сейчас, но Оракул есть с Ревелэйшем, это уже хорошо, так, Дискалкеры зашли с ХГ, Мазершип, Таймвард на Мазершип сейчас был выставлен, аккуратнее нужно быть, Стрэндж в центр заходит, Ревелэйшем нужно кинуть, кидает Ревелэйшем, Стрэндж пошел замес, под Блинк, под Мазершип, Мазершип моментально фокусил, Архонов, Дилков, Миллиард под Имморталов, они подходят, Имморталов теперь полей, напомню, меньше, поэтому нормально все здесь вроде как Стрэндж дерется, хотя нет, что-то там Имморталы жестко сзади встали, дэмэдж очень большой выдают, Дилков нужно пропустить вперед, они против Имморталов замечательно танкуют, 119, 106 к полеймиту, нет, здесь Стрэндж пробивает, мана у меня такое ощущение складывается, хотя нет, да, да варп от мана очередной, и Стрэндж вынужден отступить сейчас, Бризму он берет в другом направлении, посылает, Дилки сбоку там приходят где-то, 106 мана, 95 Стрэнджа, опять с хайграунда, Сталкера на халяву напрягает, что за провалы такие со стороны Стрэнджа, не пойму сейчас, Дилки приходят, один Сталкер вниз, случайно телепортнулся, здесь Сталкеров нужно поймать, мана заходит, очень уж много у него здесь Имморталов, конечно, идет к Стрэнджу, и это очень плохо, потому что Имморталы это очень крепкий юнит, который может переворачивать вообще битву, Дикшенный Призму Стрэндж на F2 привел сюда, и Призму Стрэндж отдал, зачем-то варпит Сталкеров одних практически, чем столько Сталкеров в Стрэнджу я не понимаю, так, мана контролит Призму и Архонов, ты их замечательно контролит, здесь Дилки врываются, Имморталов сзади миллиард, неужели мана в такой игре Стрэнджа сломает, и он ломает, Стрэнджа это полный провал вообще, это такой фейл, я вообще поражен, как можно было отдать такую, блин, игру? Ну вот, смотрю, все замечательно было, нелепо, мана расшатал, но не тех юнитов Стрэндж варпил, какие Сталкера там, Архоны, Зилки нужны были, все! И вот здесь вот, когда Призму смотрю, вот шатал, мани на четвертой базе убил, нужно было просто отступить назад, Архоны в неудачную позицию лезли, у маны замечательно сбоку висела Призма, на халяву варпы там делал Зилков мана сбоку, то есть они врывались идеально, как бы, и имморталы в узком проходе, ну там, ни Зилки пройти не могли, ничего пройти не могло в итоге. Это вообще фейл. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Неплохо Здесь у нас оракулок полетел, там маны Летит в виде сталкера По оракулу, маны блинк только-только Заказывают, ну здесь три пилона, два иммортала Будут уже, я даже не знаю, как Стрэндж здесь продавливать Нужно пробить камни Ему пока пробиваешь, тысячу лет пройдет Еще, жесть такая Не знаю, зачем Стрэндж решил заулынить Таким именно образом Или это неулын с его стороны Пробивают камни Здесь ставят сейчас оракул В стадисную ловушку Приходит Стрэндж На ловушку попадает Адептов надо завести на мейнгу И сейчас что Стрэндж и делает А сталкерами Нужно будет просто уйти сейчас На блинке И все, адепт хорошо, кстати В пробки ворвались Стрэнджик, отблинкивайся назад Оп, уходит Стрэндж, красавчик Ушел четко Ну и адепты здесь пошатали У маны меньше рабочих, чем у Стрэнджа В итоге остается Но у маны есть имморталы И блинк сейчас доделается У Стрэнджа только с толкера нужно уйти Так, два арахула Оба живы сейчас у маны Можно попытаться подловить их Вот он летит прямо в наглую Здесь рядом со сталкерами Какой-то к третьему Нексусу Оп, Стрэндж видит Раз, араху минус два Хорошая Сейчас мув был со стороны Стрэнджа Плюс мана не видит Что там третий Нексус есть Это очень важный момент Мана с двух баз Пушить сейчас будет Стрэнджа Это опасно Иммортал слишком много Стрэндж пытается в дестабилизаторов Выйти на муви Идет вперед Отблинкивается Двух сталкеров Подрезал на халявку Мани сейчас Одного оставил на Ксюнаге Нужно аккуратнее быть Дестабилизатором Очень важно, чтобы успели Иначе строиться Сейчас Иначе печаль будет 20 секунд Решил иммортал Стрэндж запилить Ну не знаю В итоге дестабилизатора Своего задержит Да, как-то стремно Здесь у Стрэнджа Все получается Сдаварк еще в центре идет Три пилона на центре Здесь забили Мазеркор Давно нужно взять сюда Почему? Потому что Вот он берется Почему ему нужно было Давно взять сюда Да потому что Оракулы сбиты уже Они угрозы не представляют Для Стрэнджа никакой Заходит мана Получает два пилона Своего сталкера убил Стрэндж понервничал Что-то филдов там Миллиард наставил Нужно заходить на третьник Сейчас Мазеркор здесь есть Уверчаржа То есть будет Дестабилизатор Первый заказан И второй робот Стрэнджем заказан Кстати говоря Поаккуратнее Нужно биться Вот здесь Нужно сделать так Чтобы мана не развел Просто не ворвался Никуда Стрэнджу И все Если он Его ман не разведет То все будет нормально Филды нужно Контрфилды Против мана Строить Какой наглый блинк Там три иммортала У мана Что же ты делаешь Что Стрэндж Прям в наглую В блинкнуться Сейчас ману Ну не надо Так наглеть По лимиту Стрэнджа Что-то меньше Стало Прям Иммортал Сейчас его потеряет Мазеркор Вообще не участвует В замесе Уверчаржа Где Так Дестабилизаторы Стреляют Минус два Сталкера Здесь было Нужно зайти Вперед Два еще Дестабилизатора Стрэндж строят По лимиту Ну очень близкая Ситуация Тайм варф Пошел Не надо Мазеркор Отдавать Не надо Нексус отдавать Стрэнджик Пожалуйста Только Нексус Не отдай Да варф Еще и есть Нет Да варф А нет У маны Зато если у маны Третий нексус Между прочим Присутствует Сейчас Короче Для Стрэнджа Плохо Это кончается Все дело Но Сейчас Дестабилизаторы Начнут Очень сильно Решать Потому что Их сейчас Будет три штуки И будут новые Я так полагаю Строятся У маны Вообще Они отсутствуют В данный момент То есть пока Они отсутствуют Это для Стрэнджа Хорошо Как только Он не появится Будет тогда Для Стрэнджа Не очень хорошо Так Заходит мана В очередной раз На хайграунд Стрэндж отменяет Свой нексус Мана идет вперед Нужно стрельнуть Дестабилизатором Минус три адепта Которые пытались Ворваться Неплохо Стрэндж стреляет У маны Так Еще два залпа Не то чтобы в молоко Но они не очень Удачные сейчас От Стрэнджа идут Дестабилизаторов Нужно прикрывать Два оверчажа На пилоны Выставляется Мана пытается Здесь прессовать Понимая что Для него ничего хорошего В накоплении дестабилизаторов Оппонентам Не происходит То есть ему Нужно либо в размен Будет идти Либо что-то сделать Но сейчас Стрэнджу нужно Просто выйти вперед Нормально Убив ману Как бы у него Дестабилизаторов Много есть Там ничего нету И нужно выходить С призмы Убивать просто Оппонента своего Стрэндж пробивает камни Запиливает Видите Так Уверчаж уже на пилоны Где уверчаж Пошел уверчаж Пилоны падают Здесь у Стрэнджа Мана теряет Сентрей Сейчас очень Так Не слабо Так Выстрелы пошли Мимо дестабилизаторов Стреляют Здесь адепты Блинкаются Не очень приятно Так У маны Второго робота Стрэндж Нужен выход Обязательно Нужен выход Если будет Стрэндж сейчас сидеть Это просто провал Для него будет Здесь наслетает Призма У маны Пытается Напрягать Адепты Тут иллюзии Посылаются Сбоку Стрэндж пробивает Камни Там мани Где-то сбоку Пошел Поискать Призму С сталкерами Ну мана Как будто бы Знал Сейчас Увез Все это дело Пойдет Стрэндж вперед Да Идет Стрэндж вперед Мана Блин Маны робо-бэй Строится Как можно Скорее Даже один Дестабилизатор От маны Сейчас может Подрешать На самом деле Пробивается Пробивается Сейчас камни Мана Ну и Стрэнджу Нужно На ход Ноги Ему сразу Выстрел Давать Ну это Нагло Стрэндж Ну что ты Делаешь Стрэндж Что ж ты Делаешь Где выстрелы Что-то нормальное Ну вот Уходит Мана Давар Не наблюдает Здесь С призмы Харас Идет Адептами Дестабилизаторы Подставляются Сейчас у Стрэнджа Ну хороший Залп Пошел Второй Залп Очень неплохой Стрэнджика Идет По лимиту Сразу В плюс Вырывает Стрэндж Ну и Морклов Много У маны Слишком Куда Так ломишь На ему Стрэндж Что ж ты Делаешь Ты Емоё Как Стрэндж Вообще Устроится Мана Обсервисит Все видит Нет Похоже Стрэнджу Здесь Как-то Не втащить Будет Что-то Он Растерялся В какой-то Момент Ну вот Отвлекли Адепта И мультитаском Не справляется В итоге Стрэндж Хотя Нет Почему Еще Еще Далеко Не гг У Стрэнджа Есть Плюс Один Мана На Нуле Грэдах Там Бичует Но У него Уже Тоже Дестабилизаторы Есть Это Важно Как бы Что Не Уконтролил Секунду И Все Плюс Там Есть Имморталы Что Тоже Печаль Так Здесь Призма Пожалуйста Минут Призм Зачем Она Здесь Летает Хрен Его Знает Зачем Она Там Летает У Стрэнджа Заходит Мана Отгоняет Стрэнджа Гороба Кстати Так Мана Наглеет Сейчас Мог бы Залп Пройти Стрэнджа Дестабилизатора Неплохой Мимо Сталкера Стрэнджа Так Товар Еще Стрэнджа Идет Филды Пошли А Стрэнджа Две Стрэнджа Криво Заходит Мана Сам Делает Съемы Минус Дестабилизатор Стрэнджа 117 Мана Почему Первый Патрон Потому что Он первый Летел Этот Патрон Поэтому Собственно Говоря Мана Разбирает Стрэнджа И Судя По всему Это Минус Стрэндж Хороший Выстрел Дестабилизатор Проходит Стрэнджа Тоже Один Выстрел Слишком Издалека Идет И Здесь И мы Здесь Отсутствуют Они Короче Это Печаль Для Стрэнджа И Третий Непсус Терять Ни в Ком случае Здесь Нельзя Было Еще Один Залп Неплохой Со стороны Маны Дестабилизатора Стрэндж Подбревает Симор Подбревает Дестабилизатор Нужно Сбрить Здесь Сбривает Стрэндж Дестабилизатора Но У него Мало Юнитов Стоит 75 На 100 С чем К сожалению Стрэндж Проигрывает Финал Этого Поиска Но У них Все время Выигрывает Стрэндж Очень много Поиска Уже Выиграл Но Эту Игру После Того Как Нексус Во-первых Стрэндж Мог лучше Законтролить Третий Нексус Не отдать Вот Тогда Во-вторых Когда Он Накопил Три Потом Пять Дестабилизаторов Ему Нужно Было Пытаться Выйти Но Выйти Всегда Тяжело Потому Что Будет Оппонент Отступать И Дестабилизаторы Бесполезны Там Сталкеры Блинкуют Нужно Как-то Было Хитро Именно И Сталкеров Наварпать И Выход Сделать Но Не Получилось К сожалению Так Отыграть Четко Продолжение следует Смесь 20 19 Ну Третья Нексус Стрэнджи Есть Пока Держится Молодец Но Все равно Тяжеловато Получится Мана Как-то Причем А Мана Уже Плюс Один Тоже Сделал Дестабилизаторов Уже Больше Тут Мана Шатается Гиты На Халяву Ходят Давай Сталкеров Еще Идет Ну 40 50 51 76 Да Не Как-то Кажется Что Шансы Есть Еще Ну На Сам Деле Печаль А Вот Все Мана Заходит Сталкерами На Мейн Теряется У Дестабилизатора И Мана Позицию На ХГ Занимает Еще Стрэндж Это Видит А Как Сюда Зайдешь Никак Ответ Очевиден Абсолютно Так Так Давай Стрэндж Стрэндж Идет Дестабилизатор И делают Залпы Есть Там Стрэндж Еще Вообще Энергия Какая Что Ни 94 132 Молодец Стрэндж Мана Призма Еще Есть Мана Здесь Подконтроливает Ну В плане Контроля Когда Тебя Меньше В Два Раза Конечно То Что Делает Мана Так И Должно Делаться Кто Это Делает Еще Лучше Корейцы Кто Не Так Хорошо Как Он Но Факт Остается Фактом Нужно Реализовывать Такие Игры С Таким Преимуществом Как у Стрэнджа Бы Не то Преимуществом Это Нужно Реализовывать На другой Совершенно Стадии Стрэндж Мог Соответственно Выиграть Тогда Когда Хорошие Залпы Идут Но Это Поздно Уже Эти Залпы Мог Выиграть Тогда Когда Дестабилизаторы У него Были А у Мана Не Было Все То есть У него Было Два Роба Ему Просто Достаточно Было После Трех Четырех Нестабилизаторов Добавить Пару Имморталов И пойти Вперед Как бы Для чего Нужны Имморталы Чтобы Просто Сталкерами Было Было Не так Опасно Блинкаться Например Агрессивно Как то Так Ребятки Как то Так Гул СК Закончен Манов С первым Местом Поздравляем Стрэнджа Со вторым Приз Тоже Здесь Есть Да И Второе Мест Финал Это Усильно В любом Случа Будем ждать Новых Побед Стрэнджей Новых Стрэнджей Стрэнджей Смотрите Его стримы Во первых Будем надеяться Что будет Играть Короче говоря Стоп Старт Я делаю Сейчас Ребята Мы ждем Бу-11 С ним Против Нерча Пристриме На Бейс Трэйте И этот Турнин Делаю Стоп Старт Турнин Редактор Против «Сти Stroking»